Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Это Алексей Красиков. Меня попросили ответить на несколько вопросов по поводу сериала или фильма Триггер. Я уже сказал все, что я хотел сказать, и даже больше выложил на YouTube. И сейчас в IGTV я хочу ответить на вопрос. Он тоже поступил от этих же самых людей. Я понимаю, почему они его мне задали. Это вопрос о том, что в январе-феврале мы видели в Instagram, в котором мы с вами все находимся, цикл постов от селебрити, от звезд шоу-бизнеса о панических атаках. И меня попросили прокомментировать вообще, во-первых, причину панических атак, и у Бородиной то же самое, и у нескольких топовых, скажем так, других знаменитых людей. И я вообще считаю, об этом думаю. Я дружу с большим количеством блогеров. Все мы друг друга так или иначе знаем, да, так уж сложилось. Я вам скажу следующее, что действительно в январе после поста Алены, да, началась вот эта вот вся ваханалия с паническими атаками. 80% постов, которые были опубликованы артистами и людей из шоу-бизнеса, были связаны исключительно с хайповой темой, потому что она действительно активно комментируется, она действительно будоражит большое количество людей, она действительно интересна и смотрительна, смотрибельна, читабельна и так далее. 20% действительно это ребята, которые когда-то сталкивались с этим вопросом, написали, что да, действительно, тоже такое было. Значит, прочитав более 50 публикаций от так или иначе известных блогеров, потому что ребята оставляли в комментариях ссылку на меня, я думаю, что вы все это видели у Бородиной, там был завал у меня ссылками, я не буду делиться много информацией в силу своей работы, но скажу вам так, что в 80% случаев не идет речь о панических атаках, в тех постах, которые вы читали, речь идет о тревожности, о напряжении, которое свойственно очень многим людям. Просто иногда люди из, скажем так, непрофессии путают эти терминологии, они жаловались на общее напряжение, астению, тревожность и на какие-то вот такие астеноневротические состояния. Подружака сказала, что, кажется, это панические атаки, потому что она где-то про это прочитала, и вот так рождаются иногда посты про панические атаки, которые на самом деле паническими атаками не являются. Это очень важно понимать. Значит, итак, первая часть – это то, что большинство постов про панические атаки у артистов – это инстаграм-хайп. Вторая часть постов – это действительно тревожность, это действительно напряжение, но это не про панические атаки. И лишь некоторое количество постов описывает в прошлом наличие тех или иных проблем. Следующее. Мне очень не понравилось, что в нашем сообществе, в сообществе психологов, консультантов, в YouTube-сообществе, есть люди, которые взяли на себя почему-то право и ответственность рассуждать на тему, что мы знаем, почему у них панические атаки. Мне очень жаль, что такие люди присутствуют вообще и не стесняются вот этого собственного лицемерия и начинают говорить о лицемерии других людей, о лицемерии артистов и, скажем так, людей из медийного пространства. Во-первых, первое, мы не знаем, почему они написали этот пост. Второе, мы понимаем, что в 50% случаев это не про панические атаки. Третье. Мы понятия не имеем, какой жизнью живут эти люди. Я вам могу сказать, что я знаю человека из медийного пространства, у которого панические атаки. Следуя логике вот этих вот идиотов, то они все должны быть двуликие, они должны обманывать аудиторию, они должны жить не своей жизнью, они должны быть не такими, как они хотят, как они кажутся в Инстаграме. Это такой детский сад. Но просто детский сад, вот некуда просто. Половина из этих людей очень гиперответственно относится к своей работе. Половина очень переживает за результаты, половина очень хотят успеть сделать несколько проектов, потому что важно совмещать все это. Половина людей из шоу-бизнеса, из медийности, они испытывают тревожное напряжение, как и все мы, потому что они хотят сделать чуть больше, чем могут, и силы их заканчиваются, потому что быть постоянным прицелом видеокамер, микрофонов, фоторепортеров, и быть при этом все время в хорошей форме, я думаю, что не каждый на это способен. И, конечно, многие истощаются, переутомляются именно от образа жизни и от ритма жизни, а не потому что никого-то обманывают. Поэтому вот этот детский сад, который я увидел лично опять, да, в очередной раз, еще раз подчеркивает, о непрофессионализме людей, которые занимаются в Ютубе и вообще в моей профессии темы панических атак и тревожных расстройств, потому что кроме как одной какой-то вот извилины, вокруг которой все крутится, нету больше ничего, к сожалению моему. Итак, подытожим. Мы не знаем, почему многие артисты написали так.